Мечта солдата Почему? Узнаем прямо сейчас Новость о войне облетела деревню в Пензенской области, где жила семья Куликовых за считанные минуты Уже на следующий день десятки парней получили повестки Старшие братья Куликова тоже отправились на фронт Дома остались только Коля и его родители Кушать было нечего, новый урожай еще не поспел, старые запасы уже закончились От голода вымирали целыми деревнями Народ пух, опухал, умирал, хлеба не было, траву ели Осенью 42-го Колю забрали работать на завод Тысячи подростков трудились по 20 часов в день Тогда Николаю Куликову было 17 лет Он добровольно пришел в военкомат и твердо сказал Мне 18, хочу защищать родину Уже на следующий день Куликов пешком шел в Ульяновскую область в учебную часть Таким образом молодые ребята прошли тысячу километров В Ульяновске Куликов отучился на разведчика и сразу попал на Первый Белорусский фронт В тот день взвод в плавь переправлялся по реке Солдаты вымокли, чтобы согреться пришлось разжечь костер Немцы заметили огонь и открыли стрельбу Началась битва не за жизнь, а на смерть В этом сражении Николай Куликов был тяжело ранен Потом был госпиталь Куликовы должны были оперировать На очередь до него так и не дошла Ноги лишь замотали тряпкой, бинтов не хватало Перевязку делали раз в неделю Как только Куликов пришел в себя, о своем ранении сообщил матери Пересылка корреспонденции с фронта производилась бесплатно Фронтовое письмо представляло собой треугольник Это обычный тетрадный лист бумаги Сначала его сгибали справа налево, потом слева направо Письмо не заклеивалось, его все равно должна была прочитать цензура Адрес писали на обратной стороне конверта Тогда в дом Куликовых пришло сразу три письма И все с плохими новостями Два старших брата тоже были ранены Под Ростовом-на-Дону в 43-м взвод Куликова получил задание Привезти немецкого офицера За ним разведчики охотились несколько дней Все это время сидели в засаде Офицер попал Остальных уничтожили В мае 45-го Николай Куликов находился в Восточной Германии Во время очередного затища между битвами Николай сидел, задумавшись в окопе И тут с ним заговорил солдат Лишь спустя 10 минут выяснилось, что это его брат Федор Узнать друг друга было невозможно Солдаты были все в грязи и в пепле Через несколько часов пришла новость о победе Советской армии над фашисткой Германией В тот же день Куликов отпраздновал свое 20-летие Сейчас дедушка с ужасом вспоминает войну Молится Богу, чтобы она не повторилась У Куликова есть мечта, чтобы в день рождения вся семья была в сборе Особенно хочет Николай Иванович повидаться с внуками Они играют в большой хоккей, поэтому у деда в гостях бывают редко С тех самых пор уже 65 лет подряд 9 мая для Куликова не просто день победы Это тройной праздник Только вот проблема в том, что последние несколько лет у ветерана Все дни победы одинаковые Обожженные ноги не хотят ходить В этом году мы сделали все возможное, чтобы наш герой Вместе с остальными ветеранами достойно отметил свой тройной праздник 9 мая в квартире Куликовых многолюдно собрались все родные и близкие, даже соседи Сегодня у Николая Ивановича день рождения Ему исполнилось 85 лет, поэтому все тосты посвящены юбиляру и, конечно, великой победе Отец, давай за твою победу За тебя Подними своим наркомовский 100 грамм Ну, с победы и за твой юбилей Ну, давайте все тоже дружно поднимем Коленька наш, дорогой и любимый Гедулечка, некоторые говорят Мы говорим, самый лучший человек на белом свете Дядь Коль, ты самый лучший? Не знаю Так и есть Больше всего ветеран рад встрече с внуком Костей Хоккеист специально приехал со сборов на день рождения деда Желаю всем хорошей жизни Спокойной, мирной Застолье в честь юбиляра продолжалось до позднего вечера Родственники не жалели слов благодарности Завершилось все песнями о великой победе День победы Это была программа «Мечта солдата» Низкий вам поклон Помню, как в памятный вечер Падал платочек твой с плеч Как провожала и обещала Синий платочек сберечь И пусть со мной Нет сегодня любви родной Знаю, с любовью Ты кинговую Прячешь платок дорогой Субтитры создавал DimaTorzok